Справедливость и защищенность важны для каждого гражданина. Таков главный лозунг Тверских профсоюзов. В преддверии дня весны и труда в областной столице состоялось заседание борцов за права и интересы трудящихся. На повестке дня итоги повседневной работы, награждение наиболее отличившихся и подведение итогов конкурса на лучший коллективный договор. В день международной солидарности трудящихся профсоюзы обычно призывают к честному труду и миру, а в обычные дни к правильной организации рабочего процесса, что немаловажно в наши дни. Охрана труда, отказы выплат пенсии, проблемы с оплатой рабочего времени и ряд других проблем решают члены профсоюза. Галина Савельевичева представляет Тверской профсоюз агропромышленников. Главная задача организации – восстановить правовую и трудовую справедливость. Радуюсь, что на помощь активно присоединяется молодежь. Наш профсоюз прежде всего занимается защитой социально-трудовых интересов членов профсоюза и вовлечением членов профсоюза, молодежь особенно. Численность членов профсоюза у нас 8136 членов, то где-то около 3500 у нас молодежь. Главной задачей организации считать налаживание диалога между работодателем и работником, зачастую бывшим. Всего в Тверской области на момент 1 января этого года числилось 61 тысячи членов профсоюзов. И почти четверть из них – это работники сферы образования. Многочисленная отрасль – это отрасль образования и науки. В основном, я имею в виду, которые связаны с обращениями за защитой, это вопросы отказов в назначении досрочных пенсий. Потому что они имеют такое право и, как правило, им отказывают пенсионные органы об этом. И профсоюзы их защищают. Таким образом, ежегодно выигрывается большое количество дел по восстановлению их нарушенных пенсионных прав. Также на предпраздничном заседании регионального совета профсоюзов наградили медалями членов организации за активную работу в интересах трудящихся. Подвели конкурс за лучший коллективный договор и обсудили ряд важных вопросов защиты прав трудящихся. Узнать подробнее о деятельности профсоюзов можно на сайте Федерации Тверских профсоюзов. Продолжение следует...